Всем привет! Вы на канале Коля Легомастер. И сегодня я вам покажу набор по приключениям изобретателей, фримейкеров. Мне купили его в Москве, в Мазине Лего. Артикул этого набора 75147 называется. Он звездный мусорчик. Возраст сборки этого набора от 8 до 14 лет. Детали в этом наборе 558. Мини-фигурок в этом наборе 4. И давайте посмотрим эти фигурки. Первая фигурка в этом наборе это Зандер Фримейкер. Вот он. У него есть принты на туловище спереди. Также принты на туловище сзади. Принт на ногах. Есть одно лицо вот такое вот веселенькое. Но он там всегда веселый был. Вот. Гаечный ключ. И вот такая вот прическа. Вторая фигурка. Это у нас Рован Фримейкер. Это брат его. Вот. У него есть принты на туловище спереди. И принты на туловище сзади. Маленькие такие вот зелененькие ножки. Вот. Одно выражение лица. Кстати, у всех фигурок в этом наборе одно выражение лица, да. Вот. И такая вот прическа. Как у Ньюта Саламандера. Только коричневая. Третья фигурка. Это Роджер Роджер. Его перевели понял-понял. Потому что в фильме, в этом Атака клонов, второй эпизод, там постоянно, они говорили, Роджер Роджер, это типа понял-понял. Поэтому перевели как понял-понял. Значит, это такой дроид. Наполовину Джерен Азианск. Наполовину дроид Команду. Вот видите. И рука у него обычного дроида. Вот. И также у него кружечка красная. Он из нее пил в мультсериале. Четвертое. И последняя мини-фигурка в этом наборе. Это... Это у нас Корди Фримейкер. У нее есть принты на туловище спереди. Сзади вот. На ногах принты. Такая вот пила. Вот одно выражение лица. И вот такая вот прическа, как у Киры. Точно такая же, по-моему. Первая часть набора. Это такой вот маленький погрузчик. Ну, даже не погрузчик. Это мини-шикоходик, который вот собирает мусор. Они, как помните, да? Если смотрели, они собирали металлолом. Разный хлам для того, чтобы сочинить корабли. За деньги, конечно. Вот. В ковше у этого сборщика мусора лежит две таких вот белые детальки. Два кубика. Один на два. Таких вот с такой прорезью посередине. И кристалл. Кристалл, кстати, необычного цвета. Вот. Он не такой, как и с чем. Поэтому, если вы потеряете, то заменить уже не сможете. Придется где-то заказывать такой. Возможно, кстати, был в Power Miners. Серия такая была. Значит, есть такое вот лобовое стекло. Маленькое. Также вот руль, видите, да? Приплейс. Вот руль. И, кстати, он крутится. Ну, как обычно. Вот. И за этим рулем может сидеть у нас робан. Робан и мейкер. Вот. Здесь сидим, да? Вот. Затем этот ковшик у нас поднимается, опускается. Вот. Ножки у этого... Вот. У него шипоходика двигаются. Вот. Вот так вот. Градусов, я думаю, на... Ну, немного меньше 90. Не знаю, вот. Потом вот эти вот лапки его тоже движутся. Думаю, его получают... 304, 32. 12. 120 градусов, я думаю, вот. Ну, да, половину 120 градусов крутится. Вот. В принципе, первая часть посмотрения на баррель. И теперь посмотрим сам звездолёт. И сам звёздный мусорщик. Во-первых, есть кабина. Ну, как у всех звездолётов. Вот кабина. Вот такая вот интересная деталь. Она, конечно, не очень редкая. Если у вас есть LEGO City, вы фанат, то у нас она есть. 100%. А потом... Здесь есть наклейка, смотрите, это знак фримейкеров. Фримейкеры это типа бесплатные мейкеры. Вот. Кабина. Кабина. Видите, там панельку предыдущего, да? Видите, да, есть. Вот это принц. Ну, везде встречается, да? Потом расскажу о огромных минусах этого набора. Видите, как дыры. Я потом кое-что скажу. Ну, это потом. Теперь, вот такие здесь есть тоже. Такие, как бы, крылья, батареи, не знаю, что это. Вот. Здесь есть такие пушки. Возможно, кстати, эта модель выполнена в уменьшенном варианте. И в материале он был побольше. Ну, как бы, там, кто-то должен якобы здесь сидеть и стрелять. Например, Rowan Freemaker. Вот. Вот, кто-то сюда по коридору идёт. И стреляет. Ну, так, кстати, и есть. Я помню, в мусорке это... Ну, далее, узнаете. Вот. Значит, эта пушка крутится на 360 градусов. И вторая тоже на 360. Здесь есть очень... Вот эти вот шутеры крутые. Вот, смотрите. Снимай. Вот, сейчас. Вот. И сейчас он так выглядит. Так, вот. Вот. Видели, да? Вот. И второй. Вот. Вот второй. Вот, видите, надеюсь. Да. Кстати, вот заметьте, да? Видите пульку, да? Видите, да? Вот. Она необычного цвета. Вот такие вот очень редко встречаются. В отличие от красных и, по-моему, и зелёных. Да, и зелёных. Вот. Эти крылья можно отсоединить. Ну, как бы это не должно быть так. Просто, чтобы сделать такую форму короля, нужно было это сделать. Вот, здесь есть такие четыре турбины. И на второй тоже четыре турбины. Вот. И вместе у них восемь. Потом, я расскажу для чего они. Я смотрела мультсериал, я всё-таки знаю, что происходит. Вот. Э-э-э-э, сейчас. Вот. И этот набор можно просто соединить. Вот. И вот это будет отдельная, отдельный корабль, потому что, вот видите, эти восемь турбин, вот он как бы летит. А это просто такая мусорка, вот. Он как бы летит. Приземляется, допустим, на джианозис, то же самое. Высаживается в выходик, собирает мусор. Это за... В общем, расскажу потом. И летит. Вот. Теперь переходим к этой мусорке. К этому, в общем-то, глагончику. Во-первых, он раскрывается, вот. Вот, раскрывается. Так, что-то он... Ну, в общем, да, раскрывается. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Сюда можно... Давайте вот так вот сделаем, да? Видите? И это шагухоник не просто, так? Вот. Сгибаем ножки вот так вот. И вот эту тоже. И вот так вот. Потом... Ну, да, вот так вот ковшик сгибаем. И вот, смотрите. Вот, смотрите. Берем и вот так вот ковшиком под эту штучку. И чтобы вот, смотрите. Видите? Вот здесь вот так вот, чтобы было, да? Вот. И он здесь уже надежно крепится. Закрывается все. Закрепляется. И вот, он у нас уже не выпадает. И смотрится это все снизу хорошо. И, опять же, дыры я потом расскажу. Что с этими дырами там? Теперь на вот этих вот... Не знаю, как это назвать. В общем, здесь есть тоже... Вот эта рука тоже. Знак фримейкеров. Вот, тоже фримейкеры. Так. Три мощные очень турбины. Ну, понятно, чтобы это довести в такой огромный мусорку. Огромную такую, потому что даже больше, чем корабль, нужно очень много мощности. Вот три турбины как раз подойдут. Вот. Мусорку мы посмотрели почти. И теперь, когда мы их соединяем, у нас получается цельный полный корабль. Вот. И еще. Вот видите, это у нас, он как бы, допустим, приземлился, да? Допустим, на джианозис. Как я в истории говорил там. Вот. В общем, вот снимай. Вот. Здесь у нас поднимается крылышко вот это вот. Опускается вот это вот стучка. И с другой стороны тоже самое. Вот так вот. Опускаем. И взлетаем. И взлетаем. Вот, смотрите. Вот видите, он в таком вот... Идет. Вот. Здесь у нас получается, что... Это, наверное, не то... Ну, батареи. Это не знаю, что. Вот. И я набор показал. Теперь снова общий вид. Хочу отметить, что здесь... Вообще, этот набор очень хороший по деталям для этих... Звездолётов других. Ну, это понятно, да? Это техник, детали, ну, в основном систем. Ну, а этот набор тоже будет идёт для фанатов техника. Потому что вот здесь вот, например, есть детали техника. Я, кстати, этот набор забрал за 2 часа. Вот. В Москве я его собирал. Получается, до 10... До 10 часов по московскому времени. Получается, по-нашему, это уже было 12 часов ночи. Вот. Ну, набор. Мне, в принципе, не буду говорить, что... И давайте посмотрим... Я поведу итоги. Вот. И давайте закончим автор. И итоги. Оценим набор. И всё. Значит, за детализацию... За детализацию пока ставить не буду. В конце поставлю. За фигурки ставлю 10 из 10. Почему 10? Хоть у них нет вторых лиц. Но здесь сразу есть все персонажи. Поэтому главное. Там, конечно, не хватает на аура. Но можно купить за 2 999. Этот набор. Ой, не этот набор. А остребитель на ары. Затмение называется. Он всё ещё, кстати, продаётся. В 2016 году он шёл вместе с этим набором. Вот. За фигурки 10 из 10. Теперь за функции. За функции я ему ставлю тоже 10 из 10. Потому что, ну, как бы, мне очень понравилась эта функция с шокоходиком. Ну, то есть вот открывается вот эта мусорка, да. Туда засовывается шокоходик. Тут открываются закрылки. Всё поднимается. Открывается. Крутится. Вёртится. Стреляет. Тоже открывается. Вот. Ну и деталей здесь достаточно было. 560. Купили, кстати, мы этот набор за 3 999. Цену розничную не знаю. Поэтому я и не сказала её. Вот. Кстати, можно этот набор найти ещё дешевле, чем мы покупали в музее Лего. Я видела там в каком-то сайте lego.com. Вот. И за цену ставлю ему тоже 10 из 10. Потому что его официальная цена, я знаю, была, по-моему, от 5 до 6 тысяч. Ну, вообще, как бы, мы его купили за 3 999. Вот. Это ещё очень дёшево, да. Вот. Этот набор, получается, для своих деталей очень нормально подходит. Цена. Вот. И самое главное, за детализирование. Ну, что вот я под детализированностью, да. По детализированности, это у нас, то есть, там, допустим, вообще, как он похож на сам из фильма прототип, да, из мультиков. Вот. Звездолёт. Или, там, какую-то модель. Вот. И есть ли там какие-то недостатки, там дыры, допустим, вот. В этом наборе очень много дыр. Почти везде дыры. Я вот показывала, да. И он очень похож, конечно, на модели из мультсериала «Приключения фримейкеров» или «Изобретатель». Он там как-то странно назывался. Ну, кстати, «Хроники» и «Йоды» лучше были. Вот. Это мультсериал «Трега». Вот. Поэтому за детализацию я ставлю 3 из 10. И общую оценку набору. Так как я поставила, получается, за 3 критерия 10 из 10. Цена. Фигурки. И еще. Получается, за 2. Поэтому я ему ставлю общую 6 из 10. Вообще, если, ну, так, просто мне набор понравился очень. Очень такой вот интересный. Правда, я не знаю, куда его на коку поставить. Следующий обзор будет «Мандалорианский спид». Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.